Колонка редактора. На репортере я по-прежнему Виталий Хемий. За моей спиной здание облсовета, обладминистрации, кому как удобно. Это значит, мы обсуждаем главные политические новости. Ну, или не новости. Политическое обострение, осеннее политическое обострение. Прямо по курсу, сразу за вашими окнами. Но я не только закон об олигархах имею в виду. Этой весной мы с вами обсуждали программу президента Вылыка и Будивництва. Большое строительство. Несколько саму программу, а именно подачу. Подачу этой рекламы. И говорили, что два года президентства не время для офиса главы государства. Вот именно так подавать работу, в общем-то, работу свою, работу правительства. Именно это была одной из главных проблем Папоредника, Владимир Александровича Петра Порошенко, который заставил, не вымогал в смысле, а именно обустроил все дороги и всю страну билбордами имени себя перед выборами. Но это был уже четвертый-пятый год президентства Петра Алексеевича. А тут два года, и уже вся буквально страна в Вылыком Будивництве. Крупные дороги, большие, международные, даже местные. Есть уже такой политический юмор. Если вы начинаете строить какой-то сарай у себя на даче, бойтесь специально обученных людей, которые придут, поставят столбик, наклеят эту табличку в Вылык и Будивництво, программа президента Украины. Но, оказывается, можно пойти еще дальше. В конце лета были замечены, но не только нами, билборды, где об объектах, которые строились по президентской программе Вылык и Будивництво, появились новые герои у этих объектов. Оказывается, тот же Украинский театр или стадион в Белгороде-Днестровском не появились бы, если бы нет, не президент Украины, а областная организация партии «Слуги народа». Возмущение этим билборда вообще не было предела. Все помнили, все знали, допустим, да, уже привыкли к тому, что тот же Украинский театр в последний год действительно активизировался ремонт, активизировались работы по его спасению. Уже как-то свыклись, да, с мыслью, ну, конечно, может быть, не очень хорошо, не может, этично, тактично, но, в конце концов, глава государства может себе позволить быть причастным к программе Вылык и Будивництво и к восстановлению Украинского театра. Но со стадионом в Белгороде-Днестровском и в ряде других объектов, это я говорю только о тех билбордах, которые видел я, вообще анекдотичная ситуация. Многострадальный стадион в районном центре, в Акермане, поднимали из руин еще во времена предыдущего президента, может быть, не так активно. Судьбой вопроса занимались, будущим этого стадиона, занимались на сессии облсовета депутаты из разных фракций, я не буду называть сейчас их имена, но самого политического проекта, когда выделялись первые деньги на стадион, самого политического проекта «Слуга народа» еще не было. И вот представьте, стадион почти закончен, появляется билборд «Мы цезрубылы», «Мы» – это областная организация партии «Слуга народа». Таких объектов я хочу сказать несколько. Действительно забавная ситуация, когда, казалось бы, все строительные работы проходят у нас в стране и в регионе под грифом «Великобы девныство программы президента Украины», а теперь оказывается, что и президента нет. Партия подвинула президента. Конечно, мы можем шутить, политически шутить о каком-то конфликте, но мораль этой даже не басни не в этом. Уже сколько раз и политтехнологи, и журналисты говорили о том, что такая реклама, она не работает. Билборды – это 19 век в украинской политике. Если та или иная политическая сила хочет быть на виду, на слуху, приезжайте в села, приезжайте в ОТГ, приезжайте в районы, в города, общайтесь, собирайте людей в доме культуры, рассказывайте, что вот дом культуры мы восстановили благодаря там президентским программам нашим. Не имеет значения. Только не вещайте, пожалуйста, нам об этом с билбордов. Это уже не работает. Если это работает, на самом деле, я в этом не уверен, конечно, но если эти билборды появляются, значит, кому-то это нужно. Скорее всего, нужно, чтобы отмыть партийный капитал. Но мне очень жаль, что если вот есть у нас в стране еще избиратели, я об этом говорю между политическими там компаниями, да, на экваторе таком, мне очень жаль, что в нашей стране еще есть такие избиратели, которые на это все ведутся. Это огромная трата денег, бессмысленная. Реальную работу, ладно, не работу, общение, реальный диалог ничто не заменит. Сколько бы вы там на праздники не развешивали ваших плакатов, не поздравляли с Новым годом, с Днем независимости, ну и не присваивали себе, откровенно говоря, чужие заслуги. Подумайте об этом. Это была колонка редактора. Я по-прежнему Виталий Хемий. Смотрите «Репортер».